добрый вечер приветствую вас программе по русски с немецким акцентом сегодня с нами на связи в москве экономист и предприниматель дмитрий потапенко приветствую добрый вечер дмитрий мы сейчас во всех предыдущих программах очень много говорили о политических аспектах о политических сторон кризиса с коронавирусом и конечно мы этим вопросом не совсем хотим пренебрегать сегодня но мы немножко ракурс хотим поменять вашу сторону именно экономика экономические последствия вы человек который очень хорошо разбирается в потребительском рынке потребительской торговли и раньше в пятерочке было расскажите большинство наших слушателей и зрителей все таки не в россии как сейчас с напшением все есть есть какие-то проблемы как с продуктами с товарами первой необходимости понять что в общем-то для розничной торговли и вообще для товаропроводящего кольца это было бы более правильно потому что все воспринимают розничную торговлю исключительно как ну такой как это говорят и и и айти технологии фронт-энд то есть то есть чем взаимодействует потребитель товаропроводящие кольцо но состоит из восьми минимум звеньев от не зависит от того россии или это там германия поскольку бизнес я веду и за рубежом бельгии в чехии что близко к германии соответственно это производство переработка упаковка транспортная логистика складская логистика комплектовочная логистика ритейл и только и утилизация вот это такое кольцо значит что же происходит в россии но и не только в россии это в первую очередь те действия властей которые были связаны с карантином они в общем-то рвут очень тонкую нить которая выстраивается десятилетиями в европе точно такая же ситуация но в россии она пожестче когда разваливаются вот эти товаров товаропроводящие кольца по группам товара голода понятно не на по 21 веке не будет сокращение ассортиментной матрицы в россии за счет в первую очередь конечно ее попытки дело сделать ее автономной уже давно достаточно сильно отличается от средней европейской то есть это если мы будем сравнивать например сеть глобус которая представлена и в и в европе то разница в ассортиментной матрице приблизительно 30 35 процентов сейчас эта матрица ассортиментной подрезалась еще процентов на 30 полки магазинов понятно что будут всегда заполнены потому что это есть искусство ритейла когда вы не ощущаете какого-то визуального дискомфорта что пустые полки но при этом соответственно страдают первую очередь и потребитель и производитель потому что в очень коротком промежутке времени это приведет к сокращению площадей ну и соответственно сокращению производителей как такового а это просто сокращение качества жизни но голода не будет да я вас правильно понимаю что я с таким необученным глазом если я вхожу в супермаркет я это не замечу но уже сейчас частично и тем более в будущем там будет сокращаться выбор да просто там пошире будет то чтобы что и что еще есть ну да вы это никогда не заметил дело все в том что искусство розницы заключается в том что я могу из там пяти там десятков товаров сделать вам в общем достаточно широкий выбор это есть в общем то как раз искусство мерчендайзинга банально как это как говорят математики 50 факториал это большое большое сочетание товаров которые я могу расставить таким или иным образом и вы этого не увидите но по если вы привыкли к какому-то виду например сыров если вы привыкли к какому-то вида пива не что актуально для германии вы и вы являетесь лояльным потребителем вам придется менять свои покупательские предпочтения но в европе будет приблизить такая же ситуация потому что карантин карантин на мой взгляд и избыточные и сейчас нужно разбираться действительно существенно с возом потому что ну поскольку у меня еще офис а в китае это такая инфодемия больше чем есть реальный ущерб от заболеваемости и смертности. Вы уже коснулись косвенно вопроса санкций, вернее, контрсанкций. Вы говорили, что сейчас ассортимент в России, он более независимый от западного ассортимента. Это сейчас, как бы то странно не звучало бы, это сейчас плагом оказалось, что вы как бы немножко отрезаны от Запада через эти контрсанкции? Здесь надо разделять. Дело все в том, что это иллюзия, что НИТЬ возможно объявить санкции или антисанкции друг другу. Дело все в том, что в российском товаре по-прежнему крайне высокая составляющая импортных комплектующих и поступала в том числе в свое время в Европарламенте. И я сейчас, это было лет пять назад, я могу сказать, что я европейским политикам открыто заявил, так же, как я заявляю политикам на территории Российской Федерации, что если бы у них было сколь-нибудь значимое желание повлиять на политику условного Кремля, то экономист второго курса экономической школы сказал бы, какие кнопки нужно было бы нажать там 6-7 лет назад, чтобы экономика России и, соответственно, власть, условный Кремль принял позицию Евросоюза. То, что сейчас тогда происходило и происходит сейчас, я с точки зрения политики оцениваю, как это в России есть такое слово договорняк, то есть договорной матч, как в футболе, когда, в общем-то, кто-то политики высказывает ноты протеста, но поскольку есть интересанты, в которым нужно покупать дешевые углеводороды на территории Российской Федерации, чтобы режим, в том числе, который сейчас присутствует в России, был пусть и грабительский, но достаточно стабильный, то, в общем, это все такой договорняк. А по составляющим, да, по составляющим мы условно независимы, но это именно условно. Как сейчас это выглядит точно, эти проблемы? Там мы много о них слышим и в новостях, и везде. И, ну вот, специалист, он может сказать, в чем именно проблема. Заводы закрыты, грузовики уже не работают, там запчастей не доставляют из Китая. Может, вы как-то это огульное понятие трудностей, может, вы немножко детально расскажете, в чем там именно беда? Ну, смотрите, дело все в том, что то, как действовали российские власти, они действовали, взяли самое худшее из практик, которые произошли, в общем-то, на территории Евросоюза и Китая. То бишь, у нас физические лица практически не могут получать доход. Вот меры поддержки, они анонсируются очень громкие, шумные, а при этом они, в общем-то, настолько незначительные с точки зрения выплат, что они не позволяют людям как-то сводить с концы с концами. По большую часть выплат, которые можно получить, это компенсация уже взятых в долг денег. Предприятия запущены. Другое дело, что ключевой вопрос для Российской Федерации, что вот эти карантинные меры, я применил такое слово «карантикулы», потому что это смесь русского слова «карантин» и «каникулы», поскольку у нас власть и государство не взяло на себя никакой ответственности, а переложило всю ответственность на предпринимателей и граждан, то это привело, наложилось на вторую вещь, которая более важна, и, наверное, она для более расширенного разговора, это, в общем-то, развал сделки с ОПЕК, поскольку Российская Федерация, практически все люди работают в государственных учреждениях, а деньги получают, соответственно, из бюджета, который финансируется нефтью и газом. И вот у нас, по сути дела, вот эти карантикулы, они закрывают, эти ограничительные меры, закрывают провал сделки с ОПЕК. Заводы работают, но доход российского бюджета упал, скорее всего, он упадет где-то процентов на 10 по ВВП, а это при сокращении доходности части бюджета, то есть если бюджет в этом году планировался свести с профицитом в 1 триллион рублей, ну, соответственно, курс, там, возьмите 75 за рубль к доллару, то сейчас будет дефицит бюджета приблизительно в тот же 1 триллион. А 1 триллион – это потеря, как минимум, предыдущего года профицита. Поэтому все работает, но сбыта, поскольку сбытом у нас, для нас являлась в первую очередь Европа и Соединенные Штаты, и Китай, то сбыта у нас упал процентов на 25, в том числе у крупных промышленных предприятий. Вы сейчас чувствуете изменение потребительского поведения, то есть, например, там шли сейчас другие товары, что раньше что-то подороже купили, сейчас подешевле покупают, например, сыры и прочего, или вообще объемы падали, не падают, у вас тоже дефицит с туалетной бумаги, как в Германии долго было. Какое поведение потребителя? У вас еще свои магазины есть, так что вы, наверное, можете рассказывать. Да. Значит, смотрите, дело все в том, что как экономист, то, что сейчас происходит, я прогнозировал еще, страшно сказать, в 2017 году, потому что, ну, банально, поскольку я еще автор там нескольких книг, вот, ну, для большего части наших иностранных граждан вряд ли читают на русском, но была такая книга, которая называется «Бизнес – это глаголы и существительные», и на странице 214, книга издана в 2017 году, некто Дмитрий Потапенко написал, что, тут прямо вот есть ссылочка, самыми сложными будут 2019 и 2020 год, особенно 2020 год. Так вот, то, что сейчас происходит, это переход всего мира, это не только Российской Федерации, к мобилизационной экономике. И, соответственно, потребитель перешел к мобилизационной модели потребления. Мобилизационная модель потребления характерна к модели потребления послевоенной, когда потребитель потерял уверенность в завтрашнем дне, и, соответственно, он будет потреблять базовый набор продуктов и услуг. Это относится и к рынку недвижимости, и к автомобилям, и к продуктам питания. Поэтому, когда мы говорим о падении даже ассортимента в магазинах и сокращении площадей в последующей, которая произойдет, оно будет одновременно, то есть, несколькими волнами. Многие экономисты пытаются потрофить властям и рассказать, что выход из этого экономического кризиса, который, подчеркиваю, начался не вчера, он не связан с коронавирусом, он связан с фундаментальным, фактически, тектоническим изменением, которое произошло три года назад, когда только появился рынок криптовалют. Это вопрос к государству, государству, а ты вообще кто? Потому что в классической теории и практике государство всегда было имитентом денег, а на самом деле это не так. Поэтому вот сейчас это такая модель потребления базовых продуктов. Она будет развиваться, падение будет ступенчатое, потому что это падение еще восстановится на плата приблизительно в конце года, но в следующем году будет еще одна ступенька вниз, и восстановление, в общем-то, рынков я ожидаю не ранее 5-6 года. Это связано, в общем-то, с фундаментальными изменениями. Смотрите, Дмитрий, сейчас был в Германии, вы, наверное, меньше Даксом, а больше, что Джонсом занимаетесь, но я знаю цифры Дакса, он упал до 8300, с 13 тысяч с чем-то, и сейчас он уже поднялся обратно до 11 тысяч, и мне кажется, что это горячий воздух. То есть мне кажется, что это еще не обознованно, и что он еще будет падать. Или я такой пессимист по жизни, и все же прекрасно, потому что если так смотреть, мне кажется, что невозможно, что это останется так, и будут еще падения, на мой взгляд. Значит, ваше ощущение очень верное. Значит, это эффект такой, знаете, после травмы. Вот когда человек падает и что-то себе ломает, то на адреналине он очень много может потом пробежать. Точно, и думает, все хорошо, да, 10 минут, 15. Да, это какое-то время, это может продолжаться, на самом деле, там трое суток, ну вот, и это нормально. Значит, при покупке есть очень важные фундаментальные вещи. Вот что такое выход из кризиса? Есть три постулата. Когда вы, это фундаментальные вещи, они лежащие в основе человеческого понимания. Когда вы приходите в магазин, вы не приходите за товаром. Вы приходите за тремя вещами. Первое, когда вы выходите из дома, вы подтверждаете, есть такой термин, не смерть. То есть вы подтверждаете, что вы живы. Второе, когда вы контактируете с обычным продавцом, даже если вы ничего ему не сказали, даже если вы встретились глазами, то это как в фильме «Аватар» «Я тебя вижу». То есть первый постулат, вы вышли из дома, не смерть, вы живы. Второй постулат, я тебя вижу, значит, я коммуницирую. И третий, когда вы обмениваете свои деньги на энергию, которую вы потом можете потребить. И когда вы только что сейчас примели пример того, что это подтверждение не смерть, и я тебя вижу, потом будет осознание того, что подождите, а что завтра? Завтра у меня есть доход? Завтра какая стратегия у меня на завтра? Поэтому вот этот отскок, это отскок подтверждения не смерть. Он нормальный, это обычная адаптивная реакция, но надо относиться к тому, что он начнет медленно проседать и будет на других уровнях установиться. Дмитрий, вот я скептичен, как вы, но некоторые мне противоречат. Они говорят, что я недооцениваю тот фактор, что сейчас по-сумасшедшему фактически в Еврозоне и в Америке печатают деньги, да? Ниже чуть ли не биллионы, там триллионы. И говорят, что будет такая инфляция, что все равно поднимется рынок. Я в это не верю, но вы экономист, я журналист, я не экономист. Значит, какие аргументы против этого тезиса, что этими мешками денег, которые печатают, все равно они курсы эти будут стабилизировать? Значит, тут надо, нет никакого противоречия. И вы как не просто журналист, а в первую очередь человек разумный. Дело все в том, что напечатанные деньги никоим образом не увеличивают спрос. Они могут увеличивать котировки, но они также разгоняют инфляцию, а разгон инфляции, нужно обеспечение под этими деньгами, потому что это заливать костер бензином. Это попросту говоря, то есть евро будет завтра стоить меньше, чем евро сегодня. Вы просто сможете меньше на него купить. И это бессмысленная абсолютная история. Центробанки всех стран поступают одинаково. Они попросту включают печатный станок. Причем в 21 веке они, к сожалению, даже станок не включают. Они не печатают евро. Они просто дорисовывают нули. И поэтому это виртуальная экономика. Базовым является в любой стране мира. Это труд простого фермера, труд простого журналиста. Вы производите информационный продукт, и он является базисом, а не нарисованные нули Центробанком. Центробанк – это практически всегда зло. И вы думаете, даже это на курсе? Они даже этим бензином курсы не могут поднять? Все равно они останутся. Ключевой курс может быть любой. Покупательная способность упадет. То есть вы на свою... У вас может... То есть зарплата ваша, даже поднята, поднята или оставшаяся в том же диапазоне, или поднята даже на 10%, инфляция будет 20%, и она, соответственно... То есть это равно тому, что у вас зарплата упадет на 10%. Вот и все. Но чисто формально тогда акции могут подниматься. Просто если вычитывать инфляцию, они будут все равно дешевле. Они акции могут стоить... Ведь вообще рынок... Вообще акции – это рынок спекуляций. Он осознан... Он никаким образом не отражает стоимость реального труда и не отражает стоимость вообще компании. И это такой же спекулятивный рынок, как и рынок, связанный с Дебирс, рынок, связанный с нефтью и газом. Это манипуляции политиков. Поэтому относитесь к этому всегда... Не просто скептически, а всегда относитесь к этому, что это спекулятивный рынок. Он не отражает стоимость труда простого германского рабочего. И вы говорили про цифровую валюту. То есть вы видите, впоследствии этих цифровых валют вы видите сильные изменения. То есть для людей, у которых есть что вкладывать, они сейчас разумно поступают, если туда вкладывают биткоин и прочее? Нет. Тут надо разделить. Все, что касается биткоина и цифровой... Теория частных денег – это австрийская школа, она существует приблизительно 200 лет. Возрождение или реинкарнация частных денег в виде крипты, которую большую часть восприняла как спекулятивный инструмент, это неверное использование достаточно правильного инструмента. Но появление частных денег показывает, что государство как организм слабы. Потому что если завтра, например, компания Volkswagen выпустит собственную... Семья Volkswagen выпустит собственную криптовалюту и будет покупать труд и продавать свой труд за частные деньги, поверьте, что компания Volkswagen сильнее... И семья, соответственно, сильнее множества государств. Это означает, что картина мира, она принципиально другая. И крупные финансово-промышленные группы существенно сильнее того, что мы ошибочно долгие годы называли государством. И поэтому, если вы хотите оценивать свой труд, оценивайте ее в собственных деньгах и не привязывайтесь к деньгам государства. Поэтому вы тут же осознаете собственную ценность куда выше, чем вам платят в некой искусственной валюте под названием евро или раньше называлась она Deutsche Marker. Тогда это вообще может быть полный перелом экономических понятий. А если у человека сейчас какие-то накопления все-таки есть и в этой ситуации, куда ему их деть? То есть в эти бумажки, которые могут через три месяца быть фантиками. Пирша спекулятивная, вы говорите, аппликации, это тоже бумаги. Что делать с ними? Машину купить? Нет, ни при каких обстоятельствах. Сейчас рынок, поскольку будет еще проседать, ни акции, ни все остальное, это не лучшее вложение. Я бы рекомендовал увеличивать собственную стоимость, вкладывать собственное образование в расширение каналов сбыта собственного товара и услуг, то есть в собственное продвижение. Ну, в своей компании, себя как профессионала, потому что это наиболее правильно. Деньги сейчас стоят... ...человеческого капитала, высокая стоимость за все два тысячелетия. Все остальное, оборудование, металлолом, акции, не стоят ничего. Сейчас в России очень много людей, которые потеряли работу, и у вас все-таки и в Германии не у всех спешили, но я 16 лет жил в Москве, я знаю, что сперегать средства, это, скажем так, не национальная черта, чтобы отглядывать на черный день. То есть очень многие люди вообще остались без средств. Там рестораны не работают, официанты. Как это отразится вообще на экономике страны? Дело все в том, что на экономике страны это не сильно отразится. В Российской Федерации, как я говорил чуть выше, практически нет частной экономики, нет частных предпринимателей, рестораны и малый бизнес, и средний бизнес, властями, поскольку они, в общем-то, ликвидировали конкуренцию политическую и избирательные системы. То есть сейчас частный бизнес не является ни налогоплательщиком для властей, ни, соответственно, избирателем, поэтому они просто закроются, и большая часть из них перейдет в маргинальное состояние, что для наших властей, в общем-то, допустимые потери. Это проблема больше людей, чем властей. Осознают ли они, что нужно принимать какие-то политические движения? Нет, скорее всего, нет. Причина того, что последние 100 лет в Российской Федерации и в СССР избирательного права как такового не было, и люди не, даже продвинутые, даже средний класс, не улавливают никакой связи между фразой «no taxation without representation». Напомню, что это нет налогов без представительства. На основании этого, напомню, была величайшая война между, по сути дела, Соединенными Штатами и Великобританией, потому что колонисты предъявили претензии британской короне, сказав, что если мы платим вам дань, то будьте любезны давать нам места в парламенте. В Российской Федерации, к сожалению, средний класс и вообще люди не увязывают эти вещи, что они являются производителями труда, но для этого им нужно представительство во власти. Поэтому это существует автономно, эти системы. Поэтому фатальных последствий не будет, но для людей это будет тяжелейший удар, которого не было за все 30 лет существования новой современной России. Как вы думаете, какие последствия для импорта России и для взаимных торговых отношений между Россией и европейским сообществом? Я думаю, что ключевым вопросом будет как поведет себя очень фундаментальный вопрос, я бы сказал. Дело все в том, что сейчас происходит энергетический переход, третий энергетический переход. И на мой взгляд, он может быть как раз коронавирусом, являться спусковым механизмом. Потому что сейчас есть развилка, по которой может пойти европейская цивилизация и там Соединенные Штаты. Либо вернуться на модель углеводородную, либо пойти по альтернативной энергетике. Если власти европейских стран останутся на углеводородной модели, то в Российской Федерации все будет великолепно по причине того, что власть может легко обесценивать доходы россиян, обесценивать их труд и, соответственно, давать очень низкую себестоимость. Если же власти европейских стран выберут, условно говоря, альтернативную энергетику, властям Российской Федерации опять-таки придется опустить доходы населения и искать иные доходы. Я говорю для российских своих коллег, когда пишу еженедельно подкасты или у себя в эфире на радиостанции «Серебряный дождь» или в «Эхо Москвы», или у себя в телеграм-канале, я говорю, что в российские власти потеряли экономическую Россию. И сейчас у них очень непростой выбор найти вторую экономическую Россию. По какой из моделей они пойдут, они будут ориентироваться на поведение европейских политиков. Как они себя поведут, так и поведет себя Россия. Россия все-таки в данном случае ведомая страна, а не ведущая. Так что живем в очень интересных временах, что, напоминаю, в Китае является проклятым там, живи в интересные времена. Дмитрий, а мне еще интересно, у вас на садном фоне два известных политика. Это у вас плюс-скрин такой, или это у вас такой фотообой в офисе и в квартире? Раскройте секрет нашим зрителям. Это такой фон, соответственно, который, в общем, позволяет помнить о главных игроках в моей, по крайней мере, жизни. Один отвечает за мировую экономику, а второй отвечает за мою жизнь как политик. Но это технический способ, это green screen, да? Или они у вас по-настоящему в офисе или дома? Нет, нет, это green screen, конечно. Это green screen. Все, потом расскажете мне, как в скайпе это настроить. Спасибо большое, что вы были с нами. Напоминаю, на связи в Москве Дмитрий Потопенко, экономист и предприниматель. Благодарю и прощаюсь с вами. До встречи. И благодарю и вам, дорогие телезрители, что вы смотрели нашу программу по русски-немецким акцентам. Смотрите нас снова в следующую Субботу в 20 часов на телеканале Ост-Вест или если пропустили на наших сайтах в интернете. Спасибо, до свидания, до побачения, нах вам дис, ла реведере, auf Wiedersehen, ciao. Субтитры создавал DimaTorzok